Седьмая Диаспорта Киады собрала детей из семи регионов России на семь дней. Москва и Московская область, Красноярский край, Калужская, Волгоградская, Астраханская и Свердловская области. Благодаря партнерам известной фармацевтической компании, Российская диабетическая ассоциация позволяет детям с сахарным диабетом включиться в уникальный проект. Именно летом ребята на отдыхе у моря участвуют не только в спортивных, но и в творческих состязаниях. Каждую команду сопровождает врач-эндокринолог. Мне очень понравилось, потому что никогда раньше я не была в этом городе. Нас водили на экскурсию, мы были на башне Ахун. Также здесь проходили очень веселые, интересные соревнования, командная работа и очень вкусно кормили нас. Очень много было мероприятий, не было ни минуты, чтобы отдохнуть. Вожатые постарались на славу, нас занимали как могли только. Ну, очень хорошо. После недели соревнований были подведены итоги. Учшей спортивной командой в абсолютно честной борьбе стала сборная Москвы. В конкурсе Кубок огня победили ребята из Волгограда. А наибольшее количество баллов в творческом состязании набрала команда из Московской области. Все участники Диаспорта Киады руководствовались девизом. Чтобы дойти до цели, нужно идти. Причем идти, научившись управлять диабетом. Мы всегда стараемся, чтобы дети с диабетом здесь получили какую-то такую обучающую информацию. Мы никогда не хотели превращать это в школу диабета традиционную, которую они проходят в больнице, когда лежат с диабетом, или в поликлинике. Это носило тоже игровой характер. Каждый день утром на линейке задавались вопросы по какой-то тематике. Вооружившись новыми знаниями, получив урок самостоятельности, научившись работать в команде, ребята пообещали писать друг другу письма. Вернее, общаться ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм.